Михаил Подоляк, антикризисный советник головы Офиса Президента Украины к нам присоединяется. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Итак, Михаил, ну вот слова Пескова. Понятно, что это нескрываемый уже шантаж, терроризм, по сути, и действия России. Трудно представить, что такие слова из Кремля исходили бы где-то вот в марте, апреле. Почему именно сейчас уже Путин настолько перестал скрывать вот эти вот свои действия и цели в отношении Украины? Ну, вы знаете, после девяти месяцев ребята понимают, что будут в любом случае Украина за уши. Ну, или там, я не знаю, за какие места возьмет вот этого субъекта по фамилии Песков и остальных. Вы просто должны правильно назвать, когда есть спикер президента Российской Федерации. Нет, спикер террористической группы под названием Российская Федерация будет сидеть на скамье подсудимым. Соответственно, он сейчас просто публично декларирует умысел на совершение преступления. И, соответственно, они это прекрасно понимают. Паника изнутри разрывает. И вот они эту панику проявляют таким образом, знаете, вот это бравирование людей накануне казни называется. Смотрите, я бы по другим вопросам, ну, вернее, по-другому посмотрел на это. А кто такой Песков, чтобы говорить, что он наносит, даже, допустим, не по энергетическим объектам, а по военным объектам Украины? Кто это такие? Кто им дал мандат и право бить по военным целям? Я уже не говорю про гражданский объект, а по военным целям. Кто вы? Вы пришли в нашу страну убивать людей. У вас есть мандат какой-то, международное право вам это предложило. Или вы сами решили прийти и убивать. Поэтому не имеет значения, что они бьют по объектам энергетической инфраструктуры, которая имеет отношение к военной инфраструктуре, не имеет никакого значения. Это публичное признание участия в умышленном убийстве граждан другой страны. Не более, но и не менее того. И, соответственно, конечно, все эти последствия, это очень важно нам зафиксировать, потому что мы иногда относимся так достаточно просто. Знаете, ну вот сказал что-то Песков, сказал что-то, условно говоря, субъект по фамилии Небензия на заседании Совета Безопасности ООН. Сказал что-то господин Лавров на каких-то встречах, сам Путин что-то сказал. Мы так прошли мимо, вот с вами порефлексировали на эту тему, поговорили и так далее. А я считаю, что мы должны фиксировать все эти факты, документировать их, потому что это, по сути, уже следственная работа, которую необходимо провести. Вот мы артикулировать должны все это потом в рамках обязательного, максимально жесткого наказания для этих субъектов. Это если наши ребята, я имею в виду ССОшники, допустим, или какие-то специальные службы не решат проблему таких, как Песков, более радикально. Так Россия быстро меняет свою риторику, так часто меняет свои цели, так называемые специальные военные операции, что, гляди, скоро и войну войной смело и открыто осмелятся называть. Как вы считаете? Да нам с вами безразлично. В международном праве есть понятие конфликта. Очевидно, использование в таком объеме военной техники на чужой территории является проявлением безусловного эскалационного конфликта. Односторонне это делает Российская Федерация, инициативно это делает, безмотивационно. При этом все эти документально фиксируются факты, и, естественно, они будут положены, опять же, подчеркиваю, в расследовании. И поэтому нам с пропагандистской точки зрения то, что говорит Россия, безразлично. Кстати, между прочим, я бы так сказал, несмотря на наши определенные сомнения в том, что Россия еще продолжает влиять на общественные мнения других стран, на самом деле это выглядит несколько иначе. Россия не является репрезентантом правильных мнений. То есть, да, они говорят нам слово «переговоры», они говорят «мы имеем право убивать украинцев». Я имею в виду в других странах, на других площадках медийных. В принципе, им это позволяет иногда делать, и иногда еще кто-то выходит и говорит «так давайте там дипломатическое урегулирование», ну, подыгрывает российской пропаганде. Но все это очень и очень локальное проявление. То есть мир, особенно Европа, что неожиданно для меня, сделали правильные выводы и просто до конца еще не дошли вот в этой решительности, которая есть в Украине, с точки зрения поставить правильный финал в этой войне. Ну, то есть ускорить постановку правильного финала. Но, тем не менее, российские слова имеют абсолютно ничтожное значение. Вот скажите, пожалуйста, а как серьезно на вас повлияли слова Пескова о том, что страдание народа, да, кто-то тут должен как-то закрыть, согласившись на капитуляцию. Вот он на полном серьезе вам лично говорит, смотрите, ребята, встаньте на колени, мы же такие крутые, мы же там вам детей поубивали, немножко порезали вас. Встаньте на колени, пожалуйста. Вы будете это всерьез воспринимать или как? Серьезно, безусловно, такие слова нельзя воспринимать. Мы, в принципе, уже слова Кремля и не воспринимаем серьезно, все как таковые, да. Но если вот вернуться к последствиям вот этого вот террора, который устраивает Россия вот последним этим ударом, можно ли утверждать, что вот судя по ущербу энергетической инфраструктуры Украины, Украина фактически вот такая, ну, прошла репетицию этого полного блэкаута, вот и насколько она справляется с его последствиями на вот эти дни? Хороший вопрос. Смотрите, нету никакого полного блэкаута. Да, была разорвана энергетическая система, она же единая у нас, была разорвана на отдельные части. В течение 24 часов ее обратно объединили, восстановили генерацию и распределение. Это тяжелая ситуация, безусловно. Безусловно, мы тренируемся с точки зрения выживания в 21 веке, когда имеем рядом соседа зверя, и, естественно, Украина в любом случае будет, смотрите, вот будем каждый день, в зависимости от возникновения ситуации, брать и делать работу, ремонтировать в данном случае. Не кричать о том, что все там пропало у нас, да, что нужно как-то думать об эвакуации, убегать куда-то и так далее. Нет, просто будем брать и ремонтировать. Вот смотрите, ударили, рухнула вся энергосистема, особенно генерация атомной электростанции вышли в аварийный режим, и заблокировали сброс наработанного электричества, и таким образом мы получили существенный дефицит в системе. Через 24 часа все начинает запускаться, работать и так далее. Восстанавливается вода, отопление. Да, это тяжелая ситуация, да, они могут повторяться. Но, тем не менее, мы посмотрели, что Украина сможет с этим справляться. Более того, вы вчера видели, скажем так, официальные заявления представителей Евросоюза. В целом, я не буду там говорить, какие комиссары, по каким направлениям об этом говорят. Они предложили странам максимально, причем и частному сектору, и государственным органам, максимально помочь Украине с восстановлением и с приобретением дополнительных частей для единой энергосистемы. То есть, грубо говоря, передать нам и ремонтные части, запасные части, передать нам дополнительные генераторы, передать нам дополнительные трансформаторы и так далее. То есть, понимаете, Европа, я опять вернусь к ней, несмотря на некоторую небольшую еще нерешительность в осознании того факта, что Россия — это страна ничтожества, которая вполне может проиграть и так далее. Тем не менее, они максимально быстро включаются в решение в Украине той или иной ситуативной проблемы. Вот вчера буквально они резко включились в помощь, дополнительную помощь, предоставление нам тех или иных материалов, необходимых для восстановления энергосистемы. И поэтому я тут подытожу для нас, чтобы мы понимали, любой удар в России по нашей энергосистеме будет точно так же нами пытаться, мы будем пытаться защитить энергосистему, естественно, и физически, и системами ПРО. И с другой стороны, как только мы получим какие-то проблемы, сразу все будем заниматься тем, чтобы оно было быстро отремонтировано и обратно начало давать тот эффект, который должна давать система. Вот про мировую нерешительность и про работу Украины. Спустя 9 месяцев полномасштабной войны России против Украины, Россия до сих пор остается членом многих весомых международных организаций. Вот президент Владимир Зеленский раскритиковал ОБСЕ за то, что Россия входит в состав парламентской ассамблеи этой организации. Что нужно сделать Украине? Я не знаю, на кого давить, на какие рычаги, чтобы Россию начали исключать из этих влиятельных международных организаций? И когда Европа и мир наконец-то возьмет эту решительность и сделает то, что должна сделать мировая общественность? Мы должны с вами не ожидать от других людей той же смелости, которая присуща конкретно вот в данной исторической ситуации украинскому народу. Ну вот просто мы должны понять, мы немножко другие. Ну так получилось. Это не плохо, не хорошо, просто это объективная реальность. Украина по-другому все воспринимает. И сделала для себя выборы, ну вот с точки зрения выбор личностный, каждый сделал 24 февраля. Другой мир, я имею в виду, и наши партнеры в том числе, они этот выбор продолжают делать, продолжают находить в себе силы и смелость. И мы должны с вами, знаете, просто каждый день вставать и спокойно, без оскорблений, без каких-то претензий особых, потому что каждый человек сам вправе определить, как он смотрит на то, что происходит сегодня в Украине. Но мы должны вставать и говорить, смотрите, мы вам предлагаем юридически конкретно назвать Россию страной-террористом или страной-спонсором-террористом, потому что других юридических определений у этой страны быть не может. И, соответственно, вы это должны сделать сегодня, завтра, послезавтра, мы будем это говорить постоянно. Второе. Вы должны максимально ограничить свое желание продолжать иметь какие-либо цивилизованные отношения с террористом, потому что это выглядит крайне разлагающе для мира. Третье. Россия не может находиться в международных органах. Мы должны это будем повторять постоянно. Но не может страна, которая устами своих первых лиц говорит, мы будем убивать зимой максимум людей холодом, не может находиться в этих институтах и иметь право голоса или иметь право вета, тем более. И, опять же, мы это с вами будем делать каждый день спокойно, внятно, корректно, без эмоций, безэмоционально будем говорить о том, что Россия — страна-террорист, которая должна покинуть все эти органы. Она должна быть изгоем в прямом смысле слова. И более того. И четвертое. Мы должны объяснить миру, что исчезновение роли России как субъекта межгосударственных отношений не повлияет негативно на мир. Наоборот, оно позволит оздоровиться миру. То есть мы тогда сможем в серьезном кругу обсуждать вопросы безопасности, вопросы немонопольной торговли энергоносителями, вопросы ценообразования, вопросы неподдержки террористических групп, которыми занимается Россия, вопросы убийств политических оппонентов, вмешательства в выборы в других суверенных государствах и так далее. Мы все это сможем обсуждать абсолютно доверительно в кругу стран, которые действительно придерживаются норм международного права. И, наконец, последнее. Не может страна в прямом эфире, нарушая то самое международное право и тем более международное гуманитарное право, страна, которая ведет геноцидную войну против гражданского населения и публично это анонсирует, иметь право с кем-то это обсуждать и адвокатировать свою позицию в глобальных медиа и в глобальных институтах. То есть мы с вами просто должны это объяснять внятно, четко, без эмоций и не обращать внимания на то, что мир, еще раз вернусь с того, с чего начинал, мир не настолько сегодня решителен, как Украина. Вот да, кстати, к вопросу о воздействии мира на страну террориста, по сути, вот международная рабочая группа Андрея Ермака и Майкла Макфола по санкциям против России наработала новый документ, который указывает конкретные пути, которыми обходят санкции, наложенными на Россию. Как действительно повысить системность вот этих санкционных ограничений? Как вы считаете, вот именно какие нужны воздействия и кто это должен контролировать? Публичность, публичность, публичность и еще раз публичность, прозрачность, не боясь поднимать эти вопросы. Вы знаете, раньше Украина, довоенное время, мы имели такую, скажем так, усеченную субъектность, и мы приходили, и если нам нужно было защитить свой интерес, мы это делали очень скромно, я так деликатно скажу. Мы боялись, когда нам наши партнеры говорили, нет, ну это, наверное, не надо поднимать эту тему, и мы как бы ее не поднимали. Сейчас, на мой взгляд, мы гораздо более субъектны, мы инициативны, мы формируем глобальный порядок дня, ну то есть, грубо говоря, повестку дня. И, соответственно, очень важно вот в этой ситуации, это хорошая работа, проведенная группой Ермака Макфола, абсолютно хорошая, она объемная, обстоятельная, там сотни наименований компаний, компаний частного сектора, через которые Россия попыталась закупать товары, даже вплоть до товаров двойного назначения. Я уже не говорю про то, что очень много компаний в связи с дисконтированием цен на энергоносители участвовали вот в этой создании альтернативной, скажем, даркнетовской сети продажи российских энергоносителей. Так вот, смотрите, бороться с этим можно, опять же, двумя, хотя вообще, в принципе, нужно понять, что мир, он может не так видеть всю проблематику, но с миром нужно, я имею в виду с цивилизованной частью, безусловно, так просто, в принципе, и не с цивилизованной, тоже нужно разговаривать. Мир требует того, чтобы мы были максимально публичны сегодня. То есть, если мы хотим свои интересы где-то продвигать и показывать на ошибки, системные ошибки, которые позволяют России еще до сих пор держаться на плаву, я про экономику Российской Федерации, прежде всего, говорю, то нам необходима прозрачность и публичность. То есть, мы должны выйти и, не боясь, рассказать, смотрите, вот там, условно говоря, сотня компаний, которые имеют частичную американскую юрисдикцию, они позволяют России делать то-то. Вот, пожалуйста, еще сотня компаний, которые имеют юрисдикцию той или иной европейской страны, они позволяют России дополнительно обойти какие-то санкции. Я уже не беру компании, которые имеют отношение к постсоветским странам. И, соответственно, тогда нужно с этими странами разговаривать. То есть, Россия бессмысленно разговаривает. С Россией нужно разговаривать только с позицией силы. Еще раз повторяю, Россию нужно изолировать, чтобы ее голос был не слышен, потому что это бессмысленный голос, это песклявый голос убийцы, серийного маньяка. Вы хотите слушать где-то на какой-то площадке серийный голос маньяка? По-моему, только психиатры должны слушать маньяков, попытаться профайлировать его, изучить, что у него в голове, почему он такой психопат и так далее. То есть, нам голос России на международных площадках не нужен. Это первое. Второе. А если страны какие-то предпочитают общаться с маньяками, то, наверное, эти страны должны нести такую же ответственность. Ну, не совсем как маньяк, но тоже должны быть страдать в чем-то. То есть, они должны быть лишены каких-то своих опциональных возможностей. То есть, они должны тоже становиться изгоями на тех или иных рынках. Это вполне нормальная процедура, потому что тогда страна подумает. Ведь, смотрите, я постоянно подчеркиваю одну вещь. Нужно быть абсолютно глупым человеком, чтобы делать ставку в среднесрочной перспективе на аутсайдера, который проиграет войну. Мы сейчас о Российской Федерации. То есть, ты же ведь репутацию отдаешь, перекладываешь свою нормальную репутацию, перекладываешь на страну-убийцу. Зачем ты это делаешь? Тем более, сегодня не 90-е, 80-е, 70-е годы, когда войны были достаточно тайные, закрытые. То есть, потому что газета «Известия» могла написать, как нужно оценивать, что происходит в Афганистане. Да, условно говоря, и мы там говорим про 79-й, 81-й, 82-й год. Сегодня все в прямом эфире. И зачем ради 100 миллионов дополнительного дохода компания с юрисдикцией той или иной страны опускает репутацию своей страны? Ну, то есть, как бы это выглядит нелепо. Но у нас с вами инструменты простые. Не бояться публично говорить, не бояться называть компанией, вне зависимости от страны происхождения этих компаний. Не бояться об этом говорить на разных площадках и требовать, требовать, требовать дополнительных санкций. Спасибо, Михаил. Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса президента Украины, был с нами. Мы обсуждали заявление Пескова, в частности, вот, как вы сказали, военного преступника, по сути. Вот, собираем все его цитаты, чтобы потом ему, кажется, это в ГАГе все аукнулось. Ну, и другие темы, последствия, в частности, ракетного удара России обсуждали.